Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро, друзья! Сегодня четверг на календаре 28 декабря Это значит, что каждое утро мы приветствуем вас, но этим утром особенно, потому что до Нового года осталось практически ничего Два дня рабочих и два дня на то, чтобы успеть поставить дома елку, купить подарки, продукты и вот так сесть перед Новым годом Мне кажется, что многие еще не успели установить дома елки, потому что с темпом работы, который сейчас у многих есть, я думаю, не все успели Не все домохозяйствуют, так скажем, кто-то все-таки работает Поэтому постараемся, чтобы эти два дня прошли для вас максимально интересно, по крайней мере по утрам, ну и в течение дня есть что посмотреть на нашем канале Мы в прямом эфире, напомню, телефон студии 53 15 64 Говорим мы сегодня, в отличие от тебя, я сегодня скажу сразу, о чем мы будем говорить Мы будем говорить сегодня о кино и сериалах, то есть о теле и кинопродукции Ваши любимые фильмы, мы как бы будем подводить итог уходящего года Что выходило, какие интересные факты о фильмах вы знаете, мы знаем, будем делиться с вами Так что смотрите, участвуйте в программе В общем, должно быть интересно Также вы нас можете смотреть не только на канале Семей в прямом эфире, но и на сайте www.семей.tv.kz Там есть архив программ, вы можете посмотреть то, что пропустили Ну и, конечно же, в прямом эфире прямая трансляция нашего утреннего, да, назовем его шоу Я, венимырзайтып кеткендей, бүгінгі күн, яғни, 27.90 күн, халкаралық кино күн икен Сонутан да бізде бүгінгі тақырымымызды сүйікті кино, яңе сүйікті кинолармыз туралы айтайықтеп шештік Жалпы кино тарихы 20-шы қасырлардың басында басталды дезек болады Себебі, ең алғашқы кинолар тек қанақ мұлқау кинолар болған еді Яғни, ешкандай сөзсіз, тек қанақ кадрлардың ортасында қанақ жазылып тұрадын, өзін оқиысын Және де тек қанақ музыкалар мен тұрадын Как правило, на пианинке кто-то подығырады Және де, осы мұнқау филимнің ең танымал актеры ол Чарли Чаплин екенің барлығымыз білемі Және де, мен ойымша, ең сол актерлық шебелікті сол кезде көрсеткен сияқты Себебі, барлық айтайын деп тұрған ойынды ұсқымымен жеткізіп отырған Кстати, он как-то сказал, что в немых фильмах было свое преимущество Женщина открывает рот, а вы ничего не слышите Может быть, это интересное такое заявление Ну да, кино зародилось с братьев Люмьер, которые показали на бульваре Капуцинок Кстати, а не Капуцинов, бульвар так называется В знаменитейшем кафе в французском, парижском Прибытие поезда, они отсняли вот этот материал и показали Кстати, сами братья Люмьер считали кинематограф крайне неперспективным Они говорили, что это увеселительные такие вот открытки коротенькие Которые можно показывать в каких-нибудь пабах, барах, ресторанах Чтобы вот чуть-чуть отплечь народ Они не ожидали, что кинематограф войдет в историю как вид искусства Полноценный вид искусства У которого будут свои художники, свои шедевры, ну и, конечно, свои неудачи Так что вот об этом мы будем сегодня с вами говорить Я улыбался бунг куны уткин, айтулу кундерге назародарайк 1869 год в Огайо Соединенные Штаты Америки Уильямом Сэмплом запатентована первая жевательная резинка В 1895 году немецкий физик Вильгельм Ренген в Вюртсбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей Год 1895 в индийском салоне Гранд Кафе на бульваре Капуцинок, Париж, Франция Стоялся публичный показ синематографа братьев Люмьер, что ознаменовало рождение кинематографа В 1908 году появился на свет Евгений Викторович Вучетич Советский скульптор-монументалист, педагог, профессор, вице-президент Академии художеств СССР 1972 жылы медиум мұз айдынын пайталануға берілді 2000 жылы Қазақстан Республикасын президенті Нұрсултан Назарбаевтың жарлығы мен Қазақстан Даму Банкі құрылды 2010 жылы Қаспошта акционерлық қауымдастығы көрнекті Қазақ жазушысы Ақын Міржақып Тулатовтың 125 жылдығына арналға жаңадан сөреттелген Мерейтолық және елевілі күндер атты сериясының маркасын айналымға шығарды Такими сабытиями запомнился ден сегоншыни в истории Что еще интересного про кино, можно сказать? Жалпы, енді Қазақстанда киноматография осы Қазақ фильмінен басталған шығар Да, он начал развиваться именно сэвакуированного в Алматы Ленфильм, по-моему Да, это было в годы Великой Отечественной войны Но, тем не менее, когда Ленфильм как бы вернулся обратно, казах фильм остался И как полноценная студия, кстати, один из павильонов, насколько я помню Находится на территории ранних павильонов, он сейчас, естественно, уже переработан Казахстан студия, там есть один павильон, который раньше был под казах фильм Этот вопрос был у меня, когда я сдавал экзамен по истории То есть в этой книжке вопросов, один из вопросов обязательно Какой первый фильм вышел на киностудии казах фильм? Первый? Жоқ. Казахстанский фильм? Не, в основном, казах фильме шыққан кино мүлден басқа Бұл сөз фильм, казах фильм, яғни, кину казах фильмның дамуына көптеген лөс қосқан филимдердің бірі Яғни, бұл Амангелді Имановтың, Амангелді Иманов туралы түсірілген филимдердің бірі Ал жалпы казах фильмде алғашқы болып, казах фильм болып, казах фильм болып, бауыз қананген, алғашқы фильм болып, бұл мұхтар әвезіфтің, яғни, жазылған, яғни, Абай әндер адты, киносы болып санылады және, өкінүшке орай, қазырғы таңда интернеттен қарасақ, ол кинолар өкінүшке орай жоғыкен, бәлкім... Ну, это есть на дисках, потому что одно время издавалась золотая коллекция казахфильмы, и вот в нее вошли все старые фильмы, которые были сняты вот на казахфильме, и самим Шакеном Аймановым, и с его участием были фильмы, там, по-моему, пять, если я не ошибаюсь, DVD, на которых вот чуть-чуть отремастерены, вот эти фильмы сохранились, и, наверное, эту коллекцию можно приобрести, но не знаю где, правда. Ну, раз она есть, это золотая коллекция, она наверняка есть, и их можно купить. Правда, ну, опять же, Гури, не знаю где. Я, қазырғы таңда енді, қазақ фильм көптеген жаңа кинолар түсіріліп жатыр, ол мысалы бәрімізге танымал, сказ-сказ аразыван зайцы сияқты, тағыда көшпенділер, жау жерек мұн бала, өте жақса туындылар түсірілді, және де... Вот ты так, знаешь, поставила в один ряд. Кочевники и жау жерек мұн бала, это вообще разные фильмы. Кочевники — это коммерческий проект, который был создан для обогащения конкретных лиц. То есть, реально, просто наварится. А вот, допустим, «Мұн бала» — это уже совершенно другой фильм. Вот это исторический фильм. А Кочевники — это боевик аля, я не знаю, Джеки Чан там... То есть, «Есен Берлин» там и не пахнет вообще, в принципе. Там Марк Дагаскас снимается. Куда? Да. Арене, ол туралы теген көптеген таулар да болды. Жалпы айтқануға ен тануал кинолары, десем де болады. Көптеген кинолары. Және де, мин айталам, қазырғы таңда қазақ фильм, қазақ киноматография, стекканак қазақ фильмеміз көй, қазыр көптеген... Сейчас много других студий, да? Да, классный, кстати. Және де, айталам, қазақстанда кинолар өте жақсы түсіріледі. Причем у нас есть как кино, как его называют сейчас, экшен, да? Игровое кино, есть кино и арт. То есть «Уроки гармонии» знаменитый фильм, да, который, по-моему, на Каннском фестивале, да, занял какое-то место, был отмечен. Замечательный фильм, много таких фильмов снимается. Фильм «Шаул», фильм, вот трилогия, да, вот этого режиссера, она тоже удивительна. Баксы там и так далее. То есть есть фильмы, которые не для широкого зрителя. То есть это фильм, который ты, может быть, даже не пойдешь смотреть в кинотеатр, потому что тебе нужно думать, ты должен поставить на паузу, посидеть, подумать, поискать какие-то исторические отсылки. А есть фильмы, которые созданы для кинотеатров для приятного времяпрепровождения. Они тоже несут в себе какую-то нагрузку, но все-таки больше они вот игровые. Да, комедия. Да, комедия, рассказка о розовом зайце, «Ракетир». Я считаю, это вот самым ярким фильмом о 90-х, который существовал, и там такая плеяда шикарных актеров. Но я считаю, что вторую часть не надо снимать. Это получится «Бумер 2». Да, «Ракетир» и «Бумер 2». Уже вышел? Да, 2 жил бюро. Я, наверное, не буду смотреть, потому что все сиквелы, которые выходят, они, как правило, очень жабы. От первой отличаются? Да. Баскандай сюжетты, ягни, ешкандай бюльдурмеген сияхты, уйти жахсы. Рискну предположить, да. Ну, вот почему-то по опыту, опять же, по опыту мировому, по опыту... А мы как бы идем в ногу, ну, стараемся идти в ногу с мировым кинематографом, ну, хотя бы с российским, потому что у нас очень продвинутая тоже киноиндустрия, фильмов много выходит. Сиквелы не всегда хороши. Особенно классных фильмов, сиквелы, они не всегда хорошие получаются. Если это не Марвел, и там, то тогда проигрыш поможет. А жалпы сезги, когда фильм вернется? Из мирового или из казахстанского? Парлык, эрбер, из миски. Ну, давай так, последнее, что я посмотрел, что я хочу посмотреть. Кино для меня это не... Это отдых, прежде всего. То есть последний фильм, который мне понравился, ну, если смотреть так вот, боевики, то это, наверное, он называется Расплаттан, но на самом деле он называется Аудитор. Бен Аффлек играет, про аутиста, который работал на мафию. Ну, интересный фильм. Темпл Гранди мне, опять же, понравился. Из фильмов вот таких более... Линейка Марвел практически вся, просто чтобы отдохнуть, посмотреть. Что-то из... Вот очень хочу посмотреть Дюнкер. Это фильм Кристофера Нолана. Нолан вообще, он как бы режиссер экшеновый был. Ну, представьте, человек снял начало, человек снял... Вот, кстати, вот я считаю одним из лучших фильмов, его же, «Мементо» называется, «Помним». Знаешь, в чем суть фильма? У человека амнезия. Он забывает через каждые 20 минут все, что с ним происходило. То есть он 20 минут проходит, и тук, чистый лист просто. И фильм начинается с конца. То есть вот конечная сцена фильма, он ее проживает, потом все забывает, какие-то вставочки идут черно-белые, то есть он что-то рассказывает там, еще что-то. И вот кусочек прошел, да, вот этот. Потом фильм начинается непонятно откуда. То есть фрагмент идет и доходит до этого куска. Потом опять непонятно откуда доходит до куска второй части. И вот так на протяжении всего фильма. А Жалпаканды жанр найдется здесь? Да, я в принципе, я не люблю ужасы, сразу скажу, потому что у нас не умеют их снимать и до сих пор. Вот в 90-е годы, когда было засилие вот этого паразитирующего жанра, музей восковых фигур, там, зубасики. Жалпаканды, оно мне нравился тот фильм старый. И вообще я Кинга, честно скажу, я не люблю Кинга. Я считаю, что это, ну, хоррор для меня не жанр в принципе. То есть это такое что-то вот, то есть напугать человека, вот напугал меня Silent Hill. Не фильм, а игра. И я страшнее пока ничего не видел. Психологически именно страшно. Причем первая, вторая часть там вот буквально. А вот все, что касается вот таких ужасов, типа там, потому что есть определенные элементы, которые тебя пугают. Скримеры, там, эффект неожиданности, что-то еще и все. Ты понимаешь, что если камера медленно куда-то едет в темноту, обязательно там сейчас либо глаза появятся, либо кто-то выскочит. Это, ну, ты уже готовишься к этому. А если не выскакивает, вот это уже веселее. Друзья, какие фильмы нравятся вам? Что последнее вы смотрели? Что вы можете порекомендовать нам и телезрителям посмотреть? Как вы относитесь к современному кинематографу? Что считаете, нужно исправить? Ну, а может быть, наоборот, что сделать хуже, чтобы было? Телефон в студии 53 15 64. Звоните, мы будем рады вас услышать. Это же елки будут опять. Елка. Женять ирония судьбы. Тоже уже. Женять один дома. Мне повезло. У меня нет телевизора, поэтому я это все смотреть не буду. Это классно просто. Потому что всегда, когда ты приходишь в горе, ирония судьбы идет. Она уже вот она где сидит. Надоело. Операция И. Вот это да. Вот Гайдаевские фильмы можно смотреть и пересматривать неоднократно. У меня традиция есть. Я, например, пересматриваю Шерлока всего. С Бенедиктом Камбербатчем. То есть они выходили под Новый год, просто эти серии. И ты как бы ждал, ждал. Вот-вот второй сезон выйдет. А чтобы освежить память, ты пересматриваешь первый сезон. А каждая серия там по полтора часа идет. То есть ты практически 4-5 часов в своей жизни выпуливаешь. Доброе утро. Здравствуйте, Хазир. Не знаю, завтра вы будете или нет. Будем. Все будем завтра. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы в 2018 году у вас было отменное здоровье и творческих успехов. Спасибо. И было пауча в семье. Нахмет. С Виллисон в пенсии. Профилос Евгений всегда призывает меня в дискуссии. Я не только вас призываю. Ну, насчет кинофильмов. Я всегда молодежи говорю. Кинофильмы о войне, которые сняты при Советском Союзе. И фильмы, которые сняты в наше время. Это небо и земля. Ой-ой-ой. Те, как фильмы, которые сняты раньше, там дух войны есть. А тут дух игровой войны. А потому что писали сценарии люди, которые прошли через это все. Снимали люди, которые прошли. Ну, хотя вот сравнить те фильмы, которые в 90-х годах вот жили актеры. Те события, которые в 90-х годах у нас были. Они лучше играют эти роли. Естественно. Мы как будто присутствуем там, когда смотрим этот фильм. А те артисты, которые сейчас играют, молодые. Ну, это как будто не фильм, не события того года. Игра. Как-то интересно смотреть. Скажите, а какой ваш самый любимый фильм о войне? Ну, вот я забыл этот фильм. Освобождение, кажется. Вот Алялин играл там Марти. Да-да-да. Ну, это старый довольно фильм. Ну, старый фильм. Ну, как будто на войне присутствует. Ишь, когда смотришь этот фильм. Я почему-то вот для меня, вот если 9 мая и не показали в бой идут одни старики, то этот день прошел зря просто. Я не знаю. Мне кажется, что вот этот фильм, он и музыкальный, и актеры там такие неунывающие. Ты понимаешь, что даже вот в этот период люди находили время на то, чтобы жить, радоваться где-то жизни, где-то грустить. Это здорово. Вот для меня этот фильм, ну, показательный в чем-то. Все-таки, конечно, он, конечно, больше, да, такой. Режиссеры должны снимать так, чтобы люди чувствовали период, тот период, о котором они снимают. Кочевники фильмы. Это же кино искусство и история. Кочевники – это не кино. Я вот книгу несколько раз читал. Тоже читал? Три книги. Книгу выпускали сначала в трех томах. Да, вот у меня трех томник от деда достался. Одно томник. Там вообще близко не подходит. Там вся история казахского ханства показана в книге. А сняли, это американцы сняли или кто. Там, ну, ничего хорошего нет. Там можно и не смотреть, и неинтересно смотреть. А вот «Жао-Жире Мэнбала» фильм? Ну, это уже интересно. Значит, мы с вами сходимся во мнении. Это уже интересно. Хотя у меня зрение не так хорошее, но это фильм хороший. Газиза, вот такой вопрос. А какой фильм вы порекомендуете своим внукам, внучкам, чтобы они посмотрели? И вы сказали, вот это главный фильм. Его вы должны посмотреть обязательно. Даже не знаю. Сейчас молодежи советовать трудновато. Ну, я понимаю. Очень трудно им советовать. Как вы считаете, какой фильм должен видеть каждый, знать каждый? Ну, об Отечественной войне им надо смотреть. Угу. Потому что сейчас, ну, знаете, это информационная война на Западе. Все победители. Много победителей в этой войне. Угу. Хотя погибли 20 миллионов советского народа. Да. Это должны знать. А информация идет сильнейшая. Я бы сказал, дезинформация сильнейшая, да. Вот внучка сейчас в Ангелии, как-то мы спросили, у них разговаривали. Ты спроси молодежи, ну, сверстников. Помнят они Отечественную войну, Вторую мировую. Говорят, помнят они, они воевали. И победили. Хорошо воевали. Видите как? Молодежь, а там, они даже чуть не победители. Ну, естественно. Ну, информация такая идет. Хорошая агитация. То есть кино, оно должно учить чему-то, да, воспитывать или хотя бы говорить правду? Конечно, конечно. Хотя бы правду говорить. Это правда навсегда человека учит. Когда вот так вот искажают историю. Ну, люди-то все равно узнают, что ты скажу на историю. И человеку уже трудно будет дальше думать об этой истории. Вот молодежи наши трудновато будет перестроиться. А ведь они интернет смотрят, фильмы смотрят. Они-то на этом и знание свое получают. А мне кажется, им и не надо будет перестраиваться. Они уже настроены в другую сторону. Да, в другую сторону настроены. Спасибо, Хадизака, огромное вам здоровья. Смотрите нас завтра, будет интересно. Мы тут все будем, как по традиции, по крайней мере, постараемся. Спасибо за звонок. Очень приятно было пообщаться. Давайте мы немножечко прервемся, покажем вам нашу традиционную рубрику, а после продолжим общаться. Пригоди, Томаш Лайк. Доброе утро. Меня зовут Оружан и с вами рубрика «Детский мир», где мы с вами погружаемся в темы, которые помогут как нам, детям, так и взрослым найти с вами понимание, как вы думаете, что любят дети и взрослые. Конечно же, шоколад. Разве найдется ребенок, который с радостью откажется от кусочка шоколадки или шоколадного батончика. Шоколад с самых различных своих формах всегда является самым любимым лакомством. Сегодня мы поговорим о том, можно ли детям шоколад. Многие педиатры вообще советуют не давать детям шоколад, но ведь он так полезен, разумеется, если его употреблять в разумных количествах. Американские ученые установили, что содержащий в шоколаде триптофан воздействует на определенном участке головного мозга, который отвечает за желание к познанию. К тому же, триптофан способствует выработке гормона хорошего настроения. Это помогает нам детям быть более собранными и не воспринимать, к примеру, учебу как тяжелый и неприятный труд. Ароматическая аминокислота, которая содержится в шоколаде, способствует улучшению памяти, что также очень необходимо для нас. А чтобы обучение было не в тягости и приносило удовольствие, тоже поможет шоколад. Ведь небольшой кусочек ароматного лакоса способствует выработке эндофина, так называемого гормона счастья. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что благодаря наличию в какао-бобах антиоксидантов может повысить мутет и защищать себе от простуды. Предлагаю несколько правил, которые стоит придерживаться. Итак, только после трех лет можно есть шоколад. Покупайте только высококачественный шоколад. Проверьте строг годности на упаковке и обращайте внимание на внешний вид шоколада. Он не должен быть серым, что говорит о его неправильном хранении. Детям не стоит давать белый шоколад, поскольку в нем нет какао массы и слишком много сахара. Шоколад вызывает аллергии, поэтому если у вашего ребенка наблюдается пищевая аллергия или нарушение, пищеварение, шоколад ему давать не стоит и запрещено к употреблению. А как думаешь, детям много шоколада кушать можно? Нельзя. А почему нельзя? Все же его любят, шоколад. А почему детям нельзя? Будет зубки болеть. Только зубки и все? И потом стоматолог будет вырывать зубки. И потом ставит новые зубки. Это больно? Да. Тебе вырывали зубки? Нет. И сколько конфет в день ты получаешь? Только один. Этого достаточно, да? Угу. Шоколад много кушать нельзя, потому что жизнь заболит. Потом врачу идти нужно. И как они вырвают зубки, тогда они возьмут домой себе. Можно даже дома сделать, ну, вырвать зуб дома. А можно в больницу идти вырвать зубки. Потом, когда вырвают зубки, сразу можно его клачить под подушку, спать и значит, угрызет зубная фея. И что она сделает? Она возьмет зубик, посмотрит, какой он, грязный или чистый. Если чистый, то она возьмет себе его, а если грязный, то оставит. А если чистый будет, то под подушку она положит монетку. И все же шоколад это полезное лакомство, приносящее праздник и удовольствие. Нельзя растить нас детей только на запретах. В жизни должно быть место и для маленьких шоколадных радостей. Надеюсь, информация моя вам пригодится. Прощаемся, до следующей встречи. Желаю вам и вашим близким шоколадного здоровья и счастья. С вами была Аружан. С вами была Аружан. Наверное, это было «В поисках мамы» Казахстанской. «В поисках мамы», да. Кстати, говорят, очень хороший фильм. Да, вот это было давно. Ну, я бы не сказал, что сильно давно. Он же, как бы, по-моему, прошлого года фильм, даже этого года, по-моему. Нет, 16-го. Я, знаете, люблю смотреть дома фильм. Это когда никто не мешает тебе. Да ты пират, оказывается. И, знаете, я последний фильм смотрела «Семь сестер». Это мне очень понравилось. Ну, психологический, да. Да, психологический такой фильм. Вообще, мне нравятся все жанры, кроме вот тоже ужастиков и комедии. Я так комедию много не смотрю. Я люблю фантастику больше. Да, да, кстати, тоже люблю фантастику. Если тебе нравится жанр психологического, такого вот интересного, есть фильм экспериментальный, неэкспериментальный. Да, он называется «Телефонная будка». То есть действие фильма разворачивается в одной телефонной будке. Человек попадает в нее, и он не может оттуда выйти, потому что, ну, его, как бы, берут в заложники. То есть классный фильм. И мне понравился фильм «Эксперимент» называется. Я смотрела. 12 человек или 10 человек в одной закрытой комнате. Это было вообще. И вот тоже шикарно. Есть еще один фильм похожий. Там социальный эксперимент. То есть привозится группа людей, там Эдриан Броуди играет. Делится на две части. Условная тюрьма. И значит, вот 6 человек заключенных, 6 человек надзирателей. И их взаимодействие. То есть заключенные должны выполнять какие-то правила, надзиратели должны выполнять свои какие-то правила. И они имеют право там что-то делать с заключенными. И, в общем, получается, что эксперимент продолжается, несмотря ни на что. И там выходит, до летального исхода доходит. То есть в этом вот фильме раскрывается внутренняя истинная сущность человека, каждого. То есть если он внутри где-то там завистливый, здесь это проявляется гиперболизированно просто. Если он где-то там чего-то боится, или там он бунтарь внутри, это проявляется настолько ярко. Он, конечно, не такой глубокий фильм, но посмотреть все равно стоит, если вы хотите вот удивиться. А ух, ничего, сколько внутри скрыто-то. Кенгесеңизге рахмет, мне міндет татаде көремін. Бізде байнасыста көремеміз бар екен. Кайрылытан. Доброе утро. Сенімен сіздерме. Кайрылытан. Кайрылытан. Сәтте олсун. Акележаттан и тилы сіздерге осы, сіздер мұжындарыңызға чаксы оқын айкеле версин. Догынғы тақыртарымыз менің сүйікті кином туралы. Енді біз совет заманы дегенде, қазіргі заман мен көбіне салыстырамыз ғой. Сондықтан да мағам ең ұнайтына тәрбейлік мәні бар, филимдер ұнайды. Салы кездерінде білесіздер маң? Луппағайды, Ералаш, Пластаквашына, мүтфильмдер өте қызықты, балаларқа да өте қызықты, тәрбейлік мәні да бар. Пластаквашына, елка туралы өте қызықты ғой. Өкешесінің тәрбейлік мәні бар мүтфильм. Сондың кен тағына, филимдер өзіміздер қазақтың киноларын, «Менің адым қожа». Менің адым қожаның өте тәрбейлік мәні, өте зор, Өткені, біз сүжіндерге тәрбейшіміз дүйреті мен әтсілемесі дең сұрақ береміз. Сондың өсі қазақтың Продолжение следует... 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 Шли. Столько народу было. Мы прятались от друзей, чтобы только билет не брать. И в свое время фильмы шли по четыре сеанса, и сеансы были целую неделю. И вот фильм смотришь, и уже замечаешь, все ляпаешь. А, и кстати, вы обратили внимание, что было много детских фильмов? У нас специально малый зал был именно рассчитан на детские сеансы. Хоть один детский фильм сейчас, вот назовите, просто снятый за последние 10 лет. Я ни одного не вспомнил. Куда делась? Где-то там что-то мальчик какой-то уехал маму или кого искать в Америке. Вот это больше не помню. В поисках мамы? Да. Но опять же он не детский. Больше ничего не помню. Он про мальчика, но не детский. А именно вот для детей, которые фильмы снимают, они исчезли. Вот мы курсы проходили на Казахфильме, и случайно там перерывы были, мы зашли, как раз там снимали мультфильм, не помню какой. И я удивилась, это же какая-то кропотливая работа, кукольный он, правда. Да, безусловно. Они останавливают кадр. Покадровая. Могу чуть-чуть передвинули и опять снимают. Мы вообще обалдели. Как это, это столько времени у них снимается этот мультфильм. Именно кукольный. Вот какой фильм вам запомнился больше всего? Вот вы просто посоветуете его посмотреть. Ну, мне только нравятся «Кубанские казаки». Кубанские казаки, интересный момент. Ну, конечно, это приукрашено все, но он снят. Но он музыкальный опять же. Да. Как и многие старые фильмы. А вот фильм «28 панфиловцев» сейчас снимали. Это же все скидывались, деньги собирали. Поэтому он и более-менее получился оригинальным. Да, реалистично. То есть никто не диктовал им, каким должен быть фильм. Да, да. Это было видение режиссера и сценаристов. Да, да, да. Особенно вот Устюгов играет там, солдаты. Вот потом он подорвался, ну, с гранатой под танк. Он вообще сильно сыграл эту роль. Там много актеров вообще неизвестных. То есть... Нет, Устюгов он известен. Нет, я говорю, помимо него есть много еще таких абсолютно неизвестных актеров, которые сыграли на высоком уровне. Да, да, да. Совершенно. Вообще, как вы считаете, может ли кино или должно ли кино существовать отдельно от государства? Вы понимаете, сейчас в кинотеатрах нет такой профессии киномеханика. Сейчас приходит фильм, ну, как на этом, на флешке. Пока код не дадут, они не смогут его открыть. И идет просто оператор через компьютер. А профессия такая, как киномеханика, уже все исчезла. Нету ее. Все понятно. До нас зазвонилась? Галина. Галина, у вас очень интересная судьба, как я посмотрю. Да. Здорово. С наступающим вас, Галина. Спасибо, что позвонили. Очень здорово, очень интересно пообщались. Я ликону рахмету. Уклюшки орай. Да. Безын, бирнша сагат маз, я не, везмарес не жит в колдук. Но наша беседа продолжится во втором часе. Мне бы хотелось немножко и на сериалы переключиться, потому что это как бы моя тема. Хотя и кино тоже я люблю, но в меньшей степени. На сериалы уходит меньше времени просто. То есть, или ты серию 40 минут смотришь, или ты полтора-три часа отдаешь тому, чтобы посмотреть. Поэтому оставайтесь с нами. Смотри. Продолжение следует. Продолжение следует... Доброе утро, друзья! Мы приветствуем вас во втором части нашей программы. Говорим мы сегодня о кино, так как сегодня Всемирный день кино. Именно сегодня впервые был показан синематограф братьев Люмьер «Прибытие поезда». Сегодня, в этот день, но только в 1895 году. Больше 100 лет уже прошло. В общем, говорим мы сегодня о фильмах, о том, что нравится вам, какие фильмы, наоборот, не нравятся, может быть, какие жанры вы предпочитаете, об актерах, актрисах, скандалах и так далее. В общем, в течение этого часа будем еще с вами беседовать. И у нас уже есть звонок. Доброе утро! 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 фильму четыре машины, вот на одной он ездил, три они разбили. Специально разбили, разгрохали три машины. В процессе съемок она была уничтожена. А еще очень часто сам бюджет фильма намного меньше, чем бюджет рекламы на этот фильм. То есть тех денег, которые тратятся на продакшн, чтобы продвинуть этот фильм. Вот, например, самый яркий пример это Парк Южского периода. Фильм стоил 60 миллионов долларов, а реклама стоила 68 миллионов долларов. То есть потратили, получается, 128 миллионов, принесли 800 миллионов. То есть очень важно рекламировать этот фильм, иначе его никто смотреть не будет, оказывается. 1869 год. В Огайо, Соединенные Штаты Америки Уильямом Сэмплом запатентована первая жевательная резинка. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Ренген в Вютсбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей. Год 1895 в индийском салоне Гранд Кафе на бульваре Капуцинок, Париж, Франция состоялся публичный показ синематографа «Братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа. В 1908 году появился на свет Евгений Викторович Вучетич, советский скульптор, монументалист, педагог, профессор, вице-президент Академии художеств СССР. В 1908 жылы медиау муыз айдыны пайдалануға берілді. 2000 жылы Қазақстар республикасы президенті Нұстан Азербайевтың жарлығы мен Қазақстан Даму Банкы құрылды. 2010 жылы Қазпошт акционерлық қауымдастығы көрнекті Қазақ жазушысы Ақын Міржақыптулатовтың 125 жылдығына арналған жаңадан сөреттелген Мірейтойлық және елілі күндератты сериясының маркасын айналыға шығарды. Такими сабытиями запомнился день сегодняшний в истории. Продолжим общаться. Друзья, какие фильмы нравятся вам? Что последнее вы посмотрели? Может быть, что вы хотите посмотреть? Какие-то советы? Какие-то интересные факты? Звоните. 53 15 64 телефон студия. Ждем ваших звонков. Я хабарласыңыздар. Байланыс номеріміз 73 15 64. Сонымен адамтынқаңыздар. Ну я чесно скажу, вот допустим, в Казахстане вот эта индустрия, она очень слабо развитая. Она начала развиваться в мире-т? Вот где-то в начале 2000-х. То есть вот эти мыльные оперы, кстати, интересный факт, почему назвали мыльная опера? Потому что где-то вот 60-е, 70-е, 80-е, даже в 50-х годах, когда начали снимать сериалы, многосерийные такие вот. Санта-Барбара. Ой, это еще позднее, еще раньше были. Их показывали в такое время, когда все остальные были на работе. Дома были только домохозяйки. Ну и сюжеты у них были такие домохозяйчные. То есть дом, кухня, дети, рестораны, какая-то светская жизнь. И соответственно основная фокус-группа была женщины от 22 до 45-50 лет. Те, кто сидел дома, и рекламодатели не рекламировались в этих сериалах машины и что-то, а стали рекламировать естественно для женщин. Что важно? Порошки стиральные, мыло. То есть мыломойка, так скажем. Ну и потом какой-то журналист сказал, что вот сериалы это мыло, потому что там рекламируют мыло. Ну и естественно оно очень долго так вот тянется, размазывается, размыливается. И это прижилось. Теперь вот все сериалы вот такого склада называют мыльной оперой. Называли. Сейчас больше тиви-шоу. Да. 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 Называется такой прием зомбирования людей, да. Были 90-е годы, друзья. Естественно, нужно было отвлечь большую часть населения от того, что им кому-то нечего есть, может быть. У кого-то низкие зарплаты. Потому что лучше сделать нельзя. Нужно было себе наворовать, а потом уже думать о государстве. Я сейчас говорю о России, конечно же. У нас-то все круто было. И естественно, нужно было чем-то отвлечь. Вот таким образом нас подсадили на потребительскую иглу. То есть мы стали нацией потребителей, как и американцы. То есть мы перестали что-то производить, мы стали больше потреблять. И вот мне кажется, что одним из факторов были именно эти сериалы. То есть когда ты приходишь домой, уставший с завода, зарплату не платят, ты садишься и смотришь, как хорошо живут другие люди, вздыхаешь и говоришь, эх, чтоб нам так жить. Это все ушло. Потому что сейчас сериалов функция, конечно, может быть, осталась та же. Но в то же время разнообразие огромное. То есть есть и фантастика, как и в фильмах, жанры. Комедия, фантастика, ужасы, хоррор, допустим. Хазыки, Махаба Турал. Есть, конечно. Ситкомы есть. То есть коротенькие. У каждого есть свой хронометраж. То есть если это стандартный сериал, допустим, фантастический, экшен, игровой, какой-то или драма, это 45-50 минут. Если не разрешено каналом больше, потому что сериал пользуется успехом. Если это ситком, то есть ситуативная комедия, то это, как правило, 25-30 минут, не больше. Ты застала его? Смотрела? Я был маленьким, когда его показывали. Я был маленьким, когда его показывали. Жанр, да, там как-то. Смотрели все, мне кажется. Что касается казахстанских сериалов, то у нас их, по-моему, практически и нет. У нас что-то пытались выпускать про Жасулан, но я что-то не видел развития. В основном, мы ретранслируем турецкие, корейские, жанр, и индийские. Индийские, да. Индийские фильмы всегда славились таким наивным, но в то же время душесчипательным таким настроем. Почему? Потому что все смотрели индийские фильмы, все они нравились. Они были тупыми, они были смешными где-то. Причем, смешными не от того, что они давали тебе возможность посмеяться, то есть они заставляли тебя смеяться. Они были смешными от того, что это было нелепо сделано, и тебе казалось, ой, как... Ну, их все смотрели. Они были настолько вот настолько душевными, что ли. Опять же, мы же выросли на музыкальных фильмах. И, уже не, аналармыз, найту бойынша, в первой фильме, мысал, в кинотеатре, мы, тағы, да, мәрте баратын. А что еще было делать? У нас, кроме кинотеатра, развлечений в городе особых и не было. Не было ночных клубов, и так далее. Сондықтан, шену менде, брынғы кездеге киноларды, мен, козырғы кездеге киноларды, көп, салыстыра беруедің қажеті жоқ. Себебі, козырғы кинолар, бұлай, түрілгенімен, бірлі көресін, көңілінен шыққан сияқты, бірақ, бірлі аз уақыттан ген, ол кинотеатизм ұтылып кетеді. Ал бұрынғы филимдер, бірлет көрсен, өмір бойы есінде қаладың сияқты, мен өмші. Мен жалпы өзім, бұрынғы, яғни, СССР-гезінде, кенес ұдағы кезіндегі, киноларды өте сүйіп көрек. Бұл қасым. Я застал этот период, скажу тебе так, и были детские пришкольные лагеря, то есть когда ты заканчивал 25 мая, линейка торжественная, да, там, до свидания всем, и многих детей оставляли в школе, ну там, оздоровительными назвать было трудно, потому что там, ну что, максимум зарядку делали, ну, развлекательные, то есть мы там играли, бегали там в догонялки, естественно, это с питанием все было, и одной из частей культурной программы был поход в кино, то есть вот, допустим, лагерь длился там две недели, вот, ну, три-четыре раза за это время мы ходили в кино, в тот самый кинотеатр «Октябрь», который был возле шестой школы, естественно, там рукой подать доходили и смотрели детские фильмы, выпускались фильмы для детей. «Мио мой мио» был замечательный фильм, где я потом узнал, что там молодой Кристиан Бейл играет, то есть это удивительно было, он там вот такой шкет, вообще маленький, но уже узнаются черты вот Кристиана Бейла, который сыграл «Темного рыцаря» в фильмах Кристофера Ноона, много, где он еще играл. Я Байланс-то курирую, из Баррикен Кайрла, да? Доброе утро. 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 Казахстан. Ну, вообще-то, многоголосую. Я уже не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да, да, да. Этот перевод, конечно, сейчас уже нет. Есть любительские студии, которые переводят замечательно. Но один сериал я смотрю только в переводе студии Кураж Бомбей. Это один человек озвучивает Денис, не помню фамилию его. Он это делает просто замечательно. Вот сериал «Теория большого взрыва» про ученых я смотрю именно в этом переводе. Ни в каком другом, потому что я начал его в этом дубляже смотреть. Он один за всех озвучивает, всех. Но он это делает настолько смешно, он еще старается какой-то колорит национальный привносить. То есть если там индус, у него акцент такие индусские. То есть он говорит вот таким вот немножечко образом. Если это, допустим, девушка хрупкая, то он повышает голос. И, допустим, переводит даже какие-то элементы американские в наш постсоветский такой вот советский стиль. То есть, допустим, кафешка «Чизкейк», который называется просто, он перевел как сырники тети Глаши, допустим. Вот такие вот мелочи, они вроде бы мелочи, но все равно интересно это замечать. Друзья, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим общаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мультфильм – мульткино. Комментируйтесь. Более того, как и идея, как и табиат, 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 как и табиат. И я. Честно скажу, это японцы классно делают. Обалденно. У них есть несколько анимационных фильмов по Resident Evil серии, Degeneration, еще что-то. По Final Fantasy 15 последней части они выпустили как пресиквел такой, то есть предыстория именно в анимационном стиле. Это от кина не отличишь. То есть там реально вот человек, вот он прям как… Хотя выпускали кино, «Беовульф», по-моему, назывался. Там тоже играли актеры вот в этих датчиках. Ну, что-то не так хорошо получается. Может быть, давно было, поэтому… «Последнее, что посмотрелось в «Фантастике»?» «Последнее, что посмотрелось в «Фантастике»?» Мы ее никогда не поймем. Почему? Потому что… Она красивая, красочная, но с этим нужно родиться, это нужно жить. Вот, например, я когда познакомился в детстве с Марвелом, это был «Человек-паук», да, вот мультфильм. Я. В 90-х годах он был красочный, красивый. Для меня вот «Человек-паук» — это вот он, этот образ. Я когда посмотрел фильм с Тоби Магуайром, я тоже понял, что он снят вот по этому сериалу, он именно такой. Но дело в том, что этих «Человек-пауков», людей-пауков, было столько. То есть, например, в 60-м году создал Стэнли этого «Человека-паука», он был таким. Для поколения 70-х он стал немножечко другим. И, соответственно, для современного американца, да, который читает и «Человек-паук», там, негр, допустим, он скажет, ну а что это вы показываете Питера Паркера, сейчас же или там «Латинос», да, вот этот Мигель там какой-то, «Человек-паук», он другой. Вот вы неправильно показали фильм, фильм дурацкий. То есть, здесь рассчитано на читателя, прежде всего читателя комиксов. Мы не читали эти комиксы, у нас их не было. Я говорю про семей, конечно, да и про Казахстан в целом. Может, у кого-то у единиц были. Поэтому мы выросли на мультфильмах, мы смотрим этот фильм, нам он чем-то нравится, мы вспоминаем свое детство. Это вот элемент ностальгии. То же самое касается «Люди Икс», когда мы играли в эти игры компьютерные, потом мы увидели этих героев на экране, естественно, для нас это было супер, потому что я как-то смотрю «Люди Икс», я вспоминаю детство, когда у меня было все здорово, все хорошо, не было кредитов и долгов, и я мог играть в «Сегу» там или в «Дэнди», не напрягаться вообще, ну и учиться, конечно. Я не могу, честно. Почему? Хочешь объясню? Двое очков носить неудобно, потому что я не могу на вторые, я не знаю, какие из них нужно надевать первыми, какие вторыми, я всегда вот сначала одни, потом сверху эти 3D-шные, у меня потом глаза начинают косить вот так в разные стороны, и голова начинает болеть. Я смотрел несколько фильмов в 3D, по-моему, «Прометей» я смотрел в 3D, но, честно, ничего там такого особенного я не увидел. Мультики в 3D интереснее. Менде фильм көрген болатымын, ол «Человек-паук» болган. Вот, может быть, что-то там, да. Менің… Не знаю. Кулымнен шықпады, себебі, анда «Человек-паук», көмнесе жануарларды көрсетті, мысалы, «Тышқан» сияқты, сол кейде шынмендемен. Я ж говорю, мультфильмын интереснее. Являясь счастливым обладателем сына, приходится ходить с ним в кино. Ему нравится. Он 3D, он от него просто тащится. То есть это очки, сидеть с попкорном там. Пока был маленький, ему нравилось, он долго не высиживал, он там, ну, надоест ему, все. Попкорн закончился, мама, я домой хочу, папа, пошли домой. Все, выходим гулять. А сейчас у нас осознанно, то есть уже вот года три, как смотрит мультфильмы, он смеется, смотрит, и приходится тебе смотреть это. Там вот в поисках Дори, потом про Тарзана что-то там было, еще. Вот это не видел, честно. Вот эти, баллар гарнал, мультфильмдерин берем. Мадагаскар есть, я каларлык-тай, мультфильмдерин берем. Да, Мадагаскар смотрел. Но я смотрел целенаправленно, мне пингвины там нравятся. Они обалденные. Ледниковый период сяхты. Вот, вот последний, куда мы ходили, был такой вот, вот ледниковый период, мы смотрели. Конечно, по сравнению с первым, это уже не то. Абсолютно, вот, вниз. Но сыну понравилось, он просто не видел первый, второй, третий, ему как бы вот этот понравился, потому что он яркий, персонажи озвучены очень весело, там и Галыгин озвучивает, Вадим, и много-много актеров, таких именитых, с яркими голосами, которые ни с тем не спутаешь. Вот буквально еще пару слов о таком жанре, как веб-сериал. Слышала что-нибудь? Это сериал, который снимается для интернета. И снимается он посредством, ну, может быть, любителями какими-то или что-то. Продолжительность его, то есть одна серия, длится от 3 до 12-15 минут, смотря от бюджета и так далее. Есть целая наука, целый класс занятий вот именно по съемкам веб-сериалов. Я могу назвать, ну, наверное, три или четыре сериала, они совершенно разные. То есть один из сериалов это «Смертельная битва», «Мортал Комбат» знаменитый. Он был снят, он просто снят шикарно. Там спецэффекты не хуже, чем в бюджетных, чем в многобюджетных сериалах. А снимал один человек, то есть он просто актеров неизвестных взял, которые хотят прославиться, может быть. Фелисия Дэй, известнейшая американская сценаристка, актриса, вот она привнесла этот жанр веб-сериалов. Есть один из сериалов, называется «Гильдия». Он дурацкий, но он про гиков, то есть про людей, которые играют в онлайн-игры типа World of Warcraft, вот что-то такое. И то есть совершенно разные люди, подросток там какой-то пубертантного периода, молодая мама полная очень, которая и даже не парится на этот счет, музыкант, девушка, которая играет и у нее в жизни все не складывается, индус, который тоже закомплексованный, какой-то дядька великовозрастной, они вот играют в игру, они друг с другом не знакомы в жизни, они только по персонажам игры. И потом суть сериала, они начинают знакомиться в жизни, какие-то у них интересы появляются. Это комедия-ситком, но каждая серия длится 6 минут. Она снимается просто там на одну камеру, конечно, там потом со временем, когда бюджет увеличился, появились какие-то спецэффекты, ну вот суть веб-сериалов можете даже снять вы, то есть какой-то минимальный сценарий. Ну хороший жанр, он развивается. Ну что ж, друзья, настало время приглашать юных телезрителей к экранам телевизоров, а мы уже увидимся с вами в третьем часе, как-то незаметно два часа пролетели, даже без гостей, прекрасно пообщались с вами. Кошкинтай билдюшиндеримызды экрана ауына шақырамыз.